Привет, меня зовут Максимилиан, Максимилиан Ремкевич. Друзья, сегодня хочу с вами пообщаться про преимущества. Преимущества такого рода. Меня очень часто в последнее время спрашивают в сообщениях, почему все же лучше делать сталый побыт, а не карту поля. На самом деле я уже давно об этом объясняю себя на youtube канал. Пожалуйста, можете посмотреть все предыдущие видео, отзывы и так далее. Почему все-таки лучше сделать для репатриации, миграции, переезда именно карту сталого побыта, а не карту поляка. Сегодня хочу по пунктам разобрать с вами этот вопрос и снова рассказать, потому что, к сожалению, не все об этом знают. Много появляется новых репатриантов, новых желающих. Не все могут найти это видео, хотя я его всегда оставлю активно в гиперссылках на своем youtube-канале и у себя в группе ВКонтакте. Подписывайтесь, пожалуйста, на нее в телеграм-канале, там идут также активные обсуждения и, соответственно, в инстаграме. Ну что, будем начинать обсуждать наши преимущества. Первое преимущество – это относительная простота получения сталого побыта, в отличие от карты поляка. Почему? Потому что сталый побыт можно проходить, например, на родном языке, но многие мне могут возразить, зачем мне делать сталый побыт, если я могу спокойно получить дома карту поляка и не ехать в Польшу, чтобы его получать. Но, а для чего вы делаете карту поляка? Вы подумайте. Вы же делаете это для того, чтобы по итогу приехать в Польшу и опять сделать сталый побыт, но уже на более сложных и трудных условиях. А эти трудные условия будут заключаться в следующем, что вам нужно будет найти обязательно место проживания, прописку, жилье, обязательно нужно будет работать и обязательно нужно будет платить налоги. На самом деле у меня очень много вопросов. Максимилиан, что мне делать? Я получил карту поляка, но сталый побыт я получить не могу. Крепляю это все в своей группе, да, вот эти скрины, можете на них посмотреть. Также часто бывает, что пишут в комментариях на YouTube-канале этот вопрос. И бывает, что даже можно выполнить все условия для того, чтобы получить сталый побыт на основании карты поляка, но при этом вам все равно могут отказать. К сожалению, сейчас идет такая негласная политика. Те, кто имеет карту поляка, сталый побыт просто-напросто не выдавайте. Вы просто будете жить по карте поляка, но вы не сможете получить граждан. Второе преимущество. Друзья, второе преимущество заключается в том, что вы можете проходить собеседование, как я говорил в самом начале, на родном языке. На родном языке вы сможете раскрыть больше тем, легче вам будет объясняться и так далее. Даже если вы немного знаете польский язык, вы можете что-то отвечать также на польском языке, но не забывайте, наш переводчик это не только переводчик, но еще и свидетель всего происходящего, что будет остужать пыл инспектора, хотя инспектора довольно очень лояльно относятся именно к репатриану. А на карту поляка вам нужно будет проходить собеседование обязательно на польском языке? Сейчас требование к польскому языку довольно очень высокое, плюс вам нужно будет изъясняться о традициях, обычаях, различные все вопросы. Максимально некомфортно вы себя будете чувствовать, потому что вам нужно будет раскрывать тему, и это нужно будет делать на польском языке, так как на сталый побыт вы можете это сделать на русском, прикрепляя отзывы людей, которые проходили собеседование и рассказывают о своем опыте. Друзья, третье преимущество. Третье преимущество сталого побыта заключается в том, что при получении сталого побыта вы приобретаете все права наравне с гражданами Польши, кроме права голоса на выборах. Но до права голоса вам остается всего лишь один год после получения карты сталого побыта, и потом вы можете податься уже на гражданство. А с картой поляка вы, к сожалению, не сможете приобретать также легко недвижимость, автотранспортные средства и так далее. С составом побыта никаких сложностей с этим не возникнут, и все права будут на вашей стороне. И гражданство вы уже скоро-скоро получите. А мы также вам с этим поможем. Видео об успешном получении гражданства также прикрепляю выше. Друзья, четвертое преимущество. Четвертое преимущество сталого побыта заключается в том, что вы будете минимальное время разлучены со своей семьей. Когда вы будете переезжать, обычно, что не у всех есть польское происхождение, а у кого-то из одного члена в семье. И составом побыта перевести свою супругу, супруга, детей и так далее, будет гораздо проще, чем нежели, если вы это сделаете с карты поляка. Объясню почему. Потому что со сталым побытом вам будет гораздо проще и легче и быстрее найти уже работу, предоставить документы о том, что вы уже работаете, живете, и на этом основании вы уже перевезете всех своих родственников. Например, так как с карты поляка, вам нужно будет сделать много шагов в сторону сначала сталого побыта. Пока вы сделаете сталый побыт, вы можете потратить на это почти целый год, иногда это бывает больше, плюс-минус, все зависит от воеводства. Потому что Польша, она большая, и в воеводствах всякие разные правила, несмотря на то, что один и тот же закон на одно и то же действие. Где-то вы можете ждать и 4 месяца, а где-то можете ждать и полтора года. И это совершенно не зависит от каких-то законных обстоятельств. Захотели так, захотели не так, а еще могут и отказать. Пока вы будете бюрократически разбираться с этими вопросами, ваша семья будет находиться либо на нелегальном положении в Польше, либо будет ждать вас на родине, пока вы все это сделаете. Со сталым побытом вы сделаете это гораздо быстрее, легче и проще. Но мы вам, соответственно, в этом поможем. Пятое преимущество. Друзья, пятое преимущество заключается в том, что у вас есть возможность обжалования в случае отказа на сталый побыт. Вы можете подать апелляцию, также легально во время апелляции находиться в Польше. Это вам позволяет сделать красную печать. Например, если вам будет отказ по карте поляка, апелляцию будет сделать можно, но она будет с нулевым результатом. А со сталым побытом шанс обжаловать и получить сталый побыт после этого есть очень большой. И также в случае, если будет самый-самый плохой, так сказать, расклад ситуации, и у вас все-таки не получится получить сталый побыт, но сталый побыт получить на самом деле намного проще, да, и отказов очень-очень мало, примерно процентов 15 из всех подающихся. Вы всегда можете вернуться назад на родину и податься на карту поляка. То есть со сталым побытом у вас будет гораздо больше маневров для решения вашего вопроса, чем нежели, если вы будете делать это с картой поляка. Шестое преимущество. Друзья, шестое преимущество, одно из самых важных, самое главное преимущество, то, что после получения сталого побыта вы можете получить сразу же гражданство. То есть через год вам уже государство дает такое уникальное право. Ни в одной стране мира практически нету таких либеральных законов, касаемо получения именно гражданства. Очень много моих заявителей уже получили паспорта, то есть счастливо живут уже в Польше. Там нужно всего лишь соблюсти некоторые правила, например, сдать языковой экзамен, за год вы его легко выучите, потому что все-таки это славянский язык, он близкий к вашему языку, да, несмотря на то, что вы там живете, например, в Белоруссии, в Украине, в Российской Федерации, в Казахстане и так далее. И это уникальная возможность максимально быстро обрести европейский паспорт и уже на правах со всеми гражданами Польши спокойно жить и строить наше европейское будущее. А как это сделать? Вы всегда можете написать мне в личное сообщение. В описании будут все ссылки на группу ВКонтакте, Телеграм и Инстаграм. Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Я всегда рад ответить и вам подсказать, как действовать дальше и так далее. Не забывайте, что карантин скоро снимут, Европа уже оживает, все, так сказать, запреты на полеты и так далее постепенно скоро снимутся, скоро полетим и все будет хорошо. Так что вы себя, главное, не накручивайте, все будет нормально. Карантин снимут и все будет хорошо. Также, друзья, многие могут возразить, но неужели карта поляк это так плохо и она, это такой плохой документ и так далее? Почему именно стал и побудет и так далее и тому подобное? Друзей, нет, карта поляк это потрясающий документ. Это очень хороший документ. Но если мы будем выбирать, допустим, две дороги, одна идет дорога напрямки, а другая идет совсем-совсем с большим таким закруглением и нужно пройти намного километров больше, чем, например, напрямки. Если вы хотите переезжать в Польшу, если вы хотите быстрее интегрироваться, то стал и побуд, и у вас есть на это возможность, то, конечно, стал и побудет это максимально прямой и быстрый путь. С карты поляка этот путь, если вы хотите именно переезжать, он будет как раз таки дольше. И вы просто-напросто откатываетесь на 4-5 шагов назад, потому что когда вы приедете с карты поляка, вам нужно все равно делать стал и побуд. Вы все равно уходите в исходную точку. Повторюсь, как видео, которое я прикрепляю выше, о том, что я рассказывал, что лучше карта поляка или стал и побуд. Большое преимущество в трудоустройстве. Сразу видно, что тут тоже постоянный вид на жительство. Плюс он сделан по национальному признаку. Поляки очень любят репатриантов и очень ждут. Здесь вы можете брать кредиты, вы можете покупать автомобили, вы можете купить дом, квартиру. С картой поляка вы не сможете этого сделать. Я говорил о том, что карта поляка больше подходит именно для студентов, которые хотят бесплатно учиться. И то ограниченное количество вузов можно выбрать. Для людей, которые живут за границей. Почему закон о карте поляка распространили на весь мир? Потому что, например, в том же Чикаго, в Бразилии, в других городах очень-очень много этнических поляков. И им просто-напросто приятно иметь эту карту и ощущать себя поляками. То, что родина, этническая родина о них помнит. У них есть карта поляка. Они с картой поляка могут приехать всегда в Польшу, получить скидки на проезд какие-то. Возможные дети в будущем там будут учиться, если студенты. Ходить бесплатно по музеям. Это неспроста же сделано. То есть, это подразумевает то, что карта поляков все-таки больше для тех, кто живет не в Польше, а живет как раз-таки за пределами Польши. И о них помнит их государство. И также карта поляка очень подходит для членов половинных организаций. Например, поляков те, которые потеряли документы. Тоже прикрепляю очень интересное видео, как получить карту поляка, не имея польских корней. Пожалуйста, проходите, посмотрите, беру интервью там. И для таких поляков тоже подходит карта поляка, потому что у них нет другой возможности. А если у вас есть уникальная возможность, и вам польское государство дает эту возможность, мы вам с этим поможем, потому что есть определенные в этом сложности, но все эти сложности мы берем на себя. И вам не нужно об этом думать. Ваша основная задача это будет подготовиться, материалы все вам дадим, материалы мы постоянно обновляем, потому что мы находимся на рубеже, так сказать, всех этих собеседований и знаем, какие инспекторы, что спрашивают и так далее. А ваша задача просто предоставить документы, приехать в назначенное время. Мы вам поможем пройти собеседование, забрать карту. Все, друзья, пишите в личные сообщения. Подписывайтесь на мою новую группу ВКонтакте, Телеграм-канал. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube. Это очень важно для меня. Я делаю все это для вас, чтобы вам все это объяснить. Вшескегу наелепшегу. Честь!